Укрепление связи с Центральной Азией может обеспечить энергетическую безопасность Европы, так считает американский политолог Майкл Росси. За переговорами лидеров двух стран активно следили зарубежные СМИ, различные иностранные издания и эксперты в течение всего дня давали оценку тем или иным высказываниям и делали прогнозы относительно сотрудничества Казахстана и Франции. Самые яркие замечания в материале Дан Ирмак. Укрепление связи с Центральной Азией может обеспечить энергетическую безопасность Европы, такое мнение высказал американский политолог Майкл Росси о цели визита Эммануэля Макрона в Казахстан. Также эксперт считает, что визит французского лидера способствует восстановлению геополитического баланса в Центрально-Азиатском регионе. Одним из очевидных преимуществ укрепления Альянса с Центральной Азией является потенциальное сотрудничество в энергетической сфере. В частности, Казахстан обладает значительными запасами урана и является крупнейшим в мире его производителем. Учитывая, что около 70% электроэнергии во Франции вырабатывается за счет атомной энергетики, углубление партнерства могло бы обеспечить стабильные поставки урана для французских реакторов. Мировые эксперты считают, что партнерство Франции и Казахстана также обеспечит к созданию поставок редкоземельных элементов. Об этом рассказал французскому изданию «Ле Монт» директор французского института международных отношений Тома Гумар. Франция надеется укрепить свои поставки важнейших металлов – скандий, лантан, цирий. Редкоземельные элементы – это нефть завтрашнего дня, необходимая для энергетического перехода. С тех пор, как Запад открыл глаза на свою чрезмерную зависимость от Китая в этой области, он многократно усиливает свои стратегии диверсификации. Чтобы обеспечить себя ресурсами, Европейский Союз все чаще обращается к таким странам, как Канада, Австралия и Казахстан. Как пишет французский информационно-политический журнал «Экспресс», Эммануэль Макрон после визита в Казахстан отправится в Узбекистан. Такое турне послужит укреплению стратегических и экономических связей, считают зарубежные СМИ. Цели этого турне, объявленного в начале недели, четко сформулированы. Участие в диверсификации стратегических и экономических связей между этими двумя игроками и укреплении европейского присутствия в регионе, в частности, путем подписания контрактов. О целях визита Макрона высказались и другие международные эксперты. Так, американский политолог Люк Рудахевер считает, что сотрудничество между двумя странами станет импульсом для развития энергетической отрасли. Возможное строительство атомной станции в Казахстане представляет для Франции, как для ядерной державы, прекрасные перспективы для сотрудничества в этой области. Во время переговоров Эммануэль Макрон дал высокую оценку отношения между Казахстаном и Францией. Это отметили иностранные журналисты. Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.